Главное, не утоните в своих слюнях, которые стихают, когда вы смотрите на мои фото. Это главное. А Кирилл Григорьевич, брат младший. Кирилл Григорьевич, он недавно приходил ко мне в гости на мое кулинарное шоу, мы тоже хохотали, я говорю, мелкие-мелкие, он такой, знаешь, двухметровый его роста, вот такой амбал. А был такой маленький малышка, знаешь, всю жизнь такой худенький, недоедал, сейчас от холодильника не оторвать парня вообще. Вот, и я хочу сказать, что вот он, наверное, немножко пострадал, потому что он учился в МГУ, как раз на соцфаке, как раз я уже к тому моменту, когда он учился, уже была достаточно известна, и, естественно, фамилия у нас одна, и многие там, ну, какие-то там его друзья там что-то меня подкалывали, его подкалывали, он частенько приходил с фингалами, я говорю, да, он дрался за него. Он за мою зачесть сестры, там кто-то что-то, а он такой у меня сильный, крепкий парень. А что там были шутки по поводу груди? Ну, какие-то по поводу груди, естественно, а что наши студенты в МГУ, о чем они могут еще пошутить? Не о теории Пифагора точно. Вот, и, в общем, конечно, он заступался за меня, и так он частенько приходил, так мне настроение, я там, мама говорит, опять он подрался в институте там с кем-то, я там звоню, говорю, Кирюха, у нас очень хорошие отношения, мы очень доверяем друг другу, говорю, Кирюш, ну, что ж такое-то, что ты там буянишь, ты, говорю, сейчас опять надо будет там за тебя разбираться идти, что за дело? Он говорит, да нет, нормально все, сестра, там один что-то там на тебя, да я, я говорю, ну ладно, а если сестру заступал, тогда можно драться. У вас разница лет шесть? Шесть лет у нас разница, да, шесть там с копейкой. Вот смотри, значит, в том возрасте, когда у тебя уже ухажеры такие серьезные, то есть, ну, лет в 15, да? Да, нет, 15 еще нет. Ему было 9, вот была эта ревность братская, что какие-то там мальчишки, вроде бы как ты с ними время проводишь, а не с ним. Ты знаешь, Жень, мы настолько мало виделись с ним в детстве, ну, вот в подростковом возрасте. Почему? Тренировки? Мы жили совершенно в разном графике. Я утром уходила в 7 утра и приходила в 10 вечера, то есть он еще спал, я приходила, он уже был маленький, уже укладывался тоже спать. То есть я его толком не видела, меня сажали, я садилась быстренько за уроки там или в институте, еще что-то. Поэтому, ты знаешь, но у нас очень мама, она как-то очень нам привила семейные ценности, у нас очень, знаешь, вот культ семьи. Ой, прям привила семейные ценности. Да, ты знаешь, как-то вот, ну да, действительно, мама как-то так склеивала все время нашу семью, какие-то семейные обеды, какие-то мы походы вместе делали там то туда, то на поклонную гору, когда было время. Мама в этом плане большая молодец. И когда я подросла, я уехала в Америку, я вот, знаешь, с ним стала общаться, когда я уже вернулась из Штатов и практически уже бросила спорт. Да, вот тогда, ну вот за пару лет того, как я бросила, вот мы прям стали очень близки с ним. И со всеми моими женихами он очень ладил, я даже помню, мы как-то брали его с собой отдыхать, куда-то там мы ездили, в Турцию или в Египет тогда, там с моим гражданским мужем. Вот, и мы его брали с собой, он там был еще подросток, там за ним следили, ну как-то так, потому что мне хотелось с ним больше проводить времени, отпуск один. И разорвать его на всех невозможно, поэтому я ставила условия своему, говорю, хочешь со мной поехать, чтобы ты берем брата. Отпуск у тебя не один, ты же в общем... Когда я каталась, Женя, у нас был отпуск один, потому что мы жили в Америке. А, ты же еще был спортивный, да, период? Да, 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 и у нас отпускали на один месяц в Россию, мы приезжали всего на месяц, год не видя родителей, друзей, подруг, ну понимаешь, да? И за этот месяц нужно было успеть сделать все. Еще слетать отдохнуть хотя бы куда-то в теплый край, ну хотя бы на недельку, чтобы немножко восстановить иммунитет и как-то расслабиться. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.